Папа Франциск возглавил этот необычный момент 27 марта. Из-за эпидемии коронавируса площадь была пуста, а верующие принимали участие в молитве онлайн, чтобы не покидать своего дома и соображений безопасности. Специально для этой молитвы было выбрано чтение из Евангелия от Марка, которое повествует о том, как Иисус успокоил море. В своей проповеди Святейший Отец сравнил бурю из Евангелия с нынешней пандемией, которая возмутила привычное течение повседневной жизни людей во всем мире. В этом мире, который вы любите больше, чем мы, люди продвигались вперед с головокружительной скоростью, чувствуя себя сильными и способными на все. Во время этой бури фасад тех стереотипов, которыми мы маскировали наше эго, всегда заботясь о своем имидже, исчез, вновь раскрывая благословенную, общую принадлежность, которой мы не можем быть лишены. Это наша идентичность, братьев и сестер. Ссылаясь на чтение, Папа Франциско говорил о страхе учеников и их неверии. Он напомнил христианам о необходимости приглашать Иисуса в свою жизнь и доверять Его бесконечной заботе. Господи, Ты призываешь нас, призываешь нас верить не столько в то, что Ты есть, но и приходить к Тебе и доверять Тебе. Давайте передадим наши страхи Ему, чтобы Он мог победить их. После размышления над Евангелием, Папа Франциск провел минуту, молясь в молчании, перед этим образом Богородицы, покровительницы Рима, известной как спасительница народа римского. Этот момент сопровождался Марианским гимном под Твою защиту. Епископ Рима также молился перед распятием Святого Маркела. А позже Папа помолился в молчании перед Святым Причастием. Затем кардинал Анджело Комастре, архипресвитер Базилики Святого Петра, объявил о благословении Граду и Миру и о полной индульгенции. Папа Франциск передал внеочередное благословение Урбе Торби, городу Риму и всему миру. Обычно это благословение Папа уделяет на Рождество, Пасху и после избрания нового Папы Римского. Сегодня оно стало ответом на страдания сотен тысяч людей и тех, кто заботится о больных во время продолжающейся пандемии коронавируса, удерживающей людей в запертых помещениях и католиков от принятия таинств. Благословение Урбе Торби известно как Папское благословение. Новоизбранный понтифик уделяет его, находясь на лоджии Базилики Святого Петра. Это благословение городу Риму и всем католикам, проживающим по всему миру. Такое же благословение дается в день Рождества Христова и в Пасхальное воскресенье. Благословение восходит ко времени Римской империи. За две тысячи лет оно распространилось на всё католическое население. Слова благословения Урбе Торби впервые встречаются в названии Латеранской базилики, всем городам и церквям Матери и главы всего мира. Эти слова обозначают первую соборную церковь, построенную в Риме во время императора Константина. В этом конкретном случае благословение считается необычным, потому что оно даётся вне одного из трёх традиционных моментов. Напомним, чтобы получить полную индульгенцию, важно иметь искреннее намерение пойти на исповедь и получить Евхаристию как можно скорее. Продолжение следует...